Я бабушка, помогите, помогите, я бабушка, помогите. Вы помогали бабушке? Да. Как? Да. Тони Гусейнов, пожалуй, самый интересный один. Подписывайся на мой инстаграм и ютуб канал. Спасибочке. Салам алейкум, доброго времени суток, дорогие друзья. Ну вот, прошла почти неделя, даже больше, дней 10 с момента, когда я сделал видео «Чеченец спас девушку». В конце выяснилось, что это не «Чеченец», это был «Кабардинец». Но, друзья мои, суть видео была, вам думаю, понятна, что дело не в том, что «Чеченец» это или другая, какой-то другой национальность, а главное, что человек спас девушку, он не славянская внешность. Это видео понравилось многим. Спасибо вам, дорогие друзья из Грозного. Много мне писали, что спасибо за такое видео. И «Кабардинские друзья» тоже писали. И, в общем-то, добрые люди тоже писали, что «Тони, спасибо за такое прекрасное видео». Это видео, оказывается, разошлось по всем одноклассникам в ютубе, в гугле. Это видео есть везде на сайтах. В общем, эта тема затронула всех, кому не безразлично. Вот такая тематика. У меня есть еще одно новое видео. Это видео, может, 50% из вас видела, но все же это видео довольно интересное. И, думаю, оно не устареет и, опять же, подчеркнет нашу тему о несправедливом отношении к иностранцам, а именно, в частности, к странам бывшего СНГ. Это допрос узбека и наркомана. Честно говоря, первый раз мне было смешно и грешно как-то. Допрашивает их журналист. В общем, по этому видео и так все понятно, через где-то секунд 30, что узбек реально помог бабушке. А суть видео в том, что он остановил наркомана, который пытался украсть у бабушки сумку. Думаю, вот эта старая бабушка, которая потерпела такую наглость со стороны наркомана, она уже давно сказала, что этот узбек помог. Но все же вот этого хилого, худого мальчика, юношу, ему лет 20-21, унижает перед камерой. Вы смотрите на меня в камеру, не смотрите, хорошо? Мне самостоятельно. Вот эта мразь, которая говорит за кадром, девчачий голос. Как вас зовут? Меня зовут Авраум. Как? Меня зовут Авраум. Авраум. А вас? Василий Олевич. Скажите, пожалуйста, ну как, вот не стыдно на бабушку-то беззащитную было? Я пару часов встали в Турьян. Ты карманы бабушки, шпионы. Куда? Честно говоря, это смешно выглядит, но понимаешь, что человек сделал большое дело. Как? Я? Как? Ты его шпионил? А вы расскажите, как вы? Я шпионил. Я ничего не шпионил. Вот сами посмотрите, да? Вот, да. Потому что у меня есть бабушка, да. У меня есть крестная, да. Здесь вот, да? Вот здесь, да? Сущность, в принципе, нечистых журналистов. Это поставить с наркоманом рядом реально героя. Все. Оп-оп-оп-оп-оп. И все. Вы у бабушки сумку хотели отобрать? Нет. Знаете, просто сделали шоу такое отвратительное, мерзкое со стороны вот этих лживых людей. И я, конечно, не понимаю, зачем это делается прям настолько мерзко. Понимаете, к чему это ведет? Как было все, расскажите, вот с ваших слов. Вот шли вы по улице, гуляли на вас, и вас задержали сотрудники ПП? Знаете, допрос устраивается не в таком виде перед камерами, а опер, следователь, полиционер, полицейский, он садится и берет у каждого письменное заявление. А если не получается письменно, то есть иностранец не понимает, да, русского языка, ему нужен переводчик, а не в таком плане, в форме шоу. Знаете, посмеяться чисто, сделать для себя по приколу. Вот так отвратительно смотреть. Он думает, что он от этого уйдет. И все, вот так вот. На самом деле, смотрите, вот, это неадекватный человек, наркоман. Он рассказывает такую херню. Просто можно не слушать его и не снимать его. Но людям, опять же, нужно шоу. Нужно показать, что вот он, мусульманин, узбек такой, узбек сякой. Узбеки приезжают, отнимают работу. Дворники заполонили все вокруг. Узбеки те, эти, мусульмане такие. За, получается, за... За кражу? Да. Нет, не за кражу. А за что? За судимость. Судимость за судимость у вас? Судимость за судимость. Что вы совершали до этого? Какие преступления? Кража. А в этот раз была кража с вашей стороны? Хотели? Нет, 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 нет. Понятно. А вот человек вот этот не говорит вообще по-русски? Нет, ничего не говорит. По-русски говорите? По-русски, не знаю. Бабушку обидели? Бабушке, помогите, помогите. Вы помогли бабушке. Слышите этот мерзкий смех вот этой шаколихи, этой тварины, которая смеется? Очень смешно, видите ли? А когда твою бабушку, я не знаю, изнасилуют или убьют, тогда посмеемся, посмотрим. Понятно. Нет, родная. Нет. Сами посмотрите. Да. Эй, человек, да. Не, не, не россиянин, да? Ну. Сами, сами посмотрите. Вы знаете его вообще? Вы знакомы? Нет, 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 нет. Вы не знакомы? Я не знаю вообще. Я его вообще не знаю. Он, да. Он, да. Он вообще и меня не знает, и никого не знает, да? Он, да, человек, да. Не легальный, не легальный человек, да? Он не легальный человек. Да? Короче, он хочет объяснить, что он не легальный человек, поэтому он не прав, а я прав. Спасибо. В общем, мы сами увидели то, что происходит, да, на телевидении и на некоторых интернет-ресурсах, где нам преподносят людей в очень плохом свете. И это не есть хорошо, это не нравится тебе, который сейчас смотрит это видео. Не мне, не большинству нормального населения страны. В общем, спасибо. Пока-пока. С вами был самый интересный Азер. Увидимся. Пока. Тони Гусейнов. Пожалуй, самый интересный Азер. Подписывайся на мой инстаграм и ютуб канал. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok